Это все джаз мугам. И дело великого Мустафа Заде продолжает жить в вашей музыке. Я чуть-чуть опасаюсь именно этого тандема. Почему? Потому что для меня не существует как бы джаз мугам. Есть джаз с мугамными напевами. Говоря джаз мугам, мне всегда кажется, что мугам зажимается. Я всегда разделяю Вагифа Мустафа Заде и Рафика Бабаева. Вагиф показывал себя в трио, а Рафик, он полифонистом более был. Он любил симфоническую музыку, он оркестр собирал. Вот поэтому и все гармоническое соотношение у него было все продумано. Вагиф – это был бриллиант, который, что он даже не думал, у него автоматически все. А Рафик, он был более задуманностью, была уже заранее продуманная версия, форма игры, форма произведения. То есть, конечно, это гений. Могу сказать, что у Зеера Гаджебекова нет или нет в Кириат Амирова живых. Потому что их музыка постоянно звучит, их музыка постоянно везде играется, используется. Это означает, что дух именно этих гениев, он живет и будет жить. Мы должны всегда отдавать отчет себе, чем ты занимаешься, для кого ты это делаешь. Ведь музыкант, он тоже как врач. Он должен беречь ухо, беречь слух, беречь вкус. Музыканты, в первую очередь, они должны воспитать вкус. А впитывает ли себя современная молодежь, вот все те качества, о которых вы говорили, удастся ли сохранить вот это наследие? По статистике, не только Азербайджан, во многих странах вообще уже такие жанры, как классика, такие жанры, как современная музыка, джазовая музыка, отходят на какой-то не второй, даже 12-й план, к сожалению. Время меняется. Вот на сегодняшний день мы знаем, что социальная сеть – это первый, как бы, инструмент, откуда люди получают информацию. Я окончил Berkeley University, как первый азербайджанец в Америке. И вот то же самое происходит там. То есть эти некачественные аранжировки. В основном молодежь интересуется рэпом. У каждого человека есть свое право. Но определенная цель музыкантов, профессиональных музыкантов именно в том, что сохранить. Мне кажется, что джаз давно превратился в вашу жизнь. Джаз – это воздух. Джаз – это ритм. Я очень люблю классику. Я не видел себя только классическим пиаристом. Но написанные ноты уже гениальными композиторами ты не поменяешь, ты поменяешь трактовку. А джазовая музыка включает в себя развитие в плане импровизационного характера. Вся возможность открывается перед тобой. Ты все-таки азербайджанец, и мне близка народная музыка. Ведь интересно, когда ты играешь джаз в синтезе народной музыки. Честно говоря, мы это делаем целенаправленно для того, чтобы приобщать сюда не музыкантов, а людей, которые… Я встречал людей, которые говорят, что «Ой, джаз, я не люблю этот жанр». Спустя неделю он приходит ко мне и говорит, что «Ой, а ты вот сыграл вот азербайджанскую мелодию. Как красиво она звучала, потому что в оригинале она по-другому звучит». Там были использованы соответственные инструменты, соответственные системы. Если я дарю какую-то музыку, и от этого мои дорогие, любимые слушатели получают удовольствие, я думаю, что это огромнейшая победа. Это победа, моя победа. Именно тот материал, который мы выдаем, и он ценится, и он звучит, это означает, что он будет еще звучать после того, как я поменяю свой мир в другой, иной мир. А это называется счастьем. Субтитры создавал DimaTorzok